Главный агроном болеет душой и отвечает головой за результат. Труд на земле его жизни призвания. Андрей Гетт закончил Гродненский аграрный университет. Всегда работал в родном хозяйстве. Начинал свой путь с должности бригадира. Буквально каждого труженька полей знает с малых лет, любит своё дело и использует современное достижение агрономии для того, чтобы собрать богатый урожай. В данный момент мы производим посев озимых зерновых. Приступили к этой посевной кампании 8-го числа. Погода приветствует этому. Сейчас проходят дожди, влага в поле есть. На данный момент сеем озимую пшеницу. План сева составляет 500 гектар. Озимый тритикалий 750 гектар. Ну и где-то порядка 520 озимая рожь. Это всё на зерно культуры. Ну и ещё на зимы корм будут ещё зимы зерновые. Порядка 150 гектар. Успешной посевной озимых предшествует много этапов. Это и правильная обработка почвы, и выбор сортов зерновых культур, подготовка самих семян к посеву и проверка на схожесть. Соблюдение каждого из них – важное звено в получении высоких урожаев. Ну, безусловно, самое главное место в посевной отводится труженькам села и техники, на которые они работают. К слову, в хозяйстве используются новейшие образцы сельхозмашин немецкого производства. Производительность где-то в полтора раза больше. Трактор немецкий, мощнее. Ну, больше электроники. От этой новой техники получаешь удовольствие. Приятно работать. Ну, мощная техника. Не менее важной культурой в сельском хозяйстве является кукуруза – царица полей. В технологическом процессе ее возделывания два основных направления. Ценные породы идут на заготовку зерна. Но более распространенным является выращивание кукурузы на силос – сочный корм для сельскохозяйственных животных. План заготовки не маленький, но вполне реальный – 1100 гектаров. Убрали уже порядка 450 гектаров. Как бы на… заготовили план где-то 25 тысяч, мы заготовили где-то уже порядка 14 тысяч. Работа, конечно же, не из легких, потому что и грузить надо, и смотреть в жатку надо, потому что всякое бывает – и камни, и звери. Ну, общей сложности часов где-то до 10 в день мы отрабатываем. А вдвоем вот то, что вот так вот синхронно ехать, это не сложно вам? А мы уже вот настолько вот друг друга понимаем, что вот он смотрит на меня, я смотрю на него, бывает даже от жестом и рук, друг друга понимаем с полслова. Летняя уборочная кампания зерновых в ОАО «Чернавчицы» завершилась. Гречка, просы, пшеница, рожь и третикали уже заготовлены. Результаты хорошие. И это неудивительно, ведь работа на земле предполагает большую любовь к своему делу, терпение и неравнодушие. И только благодаря труду, заботливым и умелым рукам людей, можно получить настоящую награду – богатый урожай на плодородной земле.